Традиционные виды спорта в нетрадиционных условиях. В парке Малаховское озеро прошли соревнования по волейболу на снегу и велокроссу. В них приняли участие спортсмены из Люберец, Раменского, Жуковского и Москвы. За спортивными баталиями наблюдали и мы. Волейбол на снегу – аналог пляжного. Разница лишь в температуре воздуха и одежде. На спортсменах ее чуть больше, чем летом. Правила такие же. Не просто отбить мяч, отдать пас или перекинуть его через сетку. Зимой это задача не из легких, даже для профессионалов. Мяч другой по-другому себя ведет. И игра в куртках, так сказать, тоже меняет силу приема и так далее. Естественно, нужно подстаиваться просто под игру. Подстроиться под игру удавалось не каждому. Мяч предательский сказил по рукаву, а ноги то и дело зарывались в снег. Параллельно с турниром по волейболу был дан старт велокроссу. Всем удачи! Внимание! Испытать на прочность себя и свой велосипед отважились 45 человек. Среди участников выделялся Геннадий Буряков. Точнее, его 23-килограммовый фэтбайк. Широкие колеса, признается велосипедист, это преимущество на рыхлом снегу. На остальных участках трассы все зависит от опыта. Местами вовсе следует не тормозить. Съезды на лед и резкие повороты. Там сносят заднее колесо. И в таких поворотах лучше тормозную ручку не зажимать. Трасса проложена таким образом, что участники не только ехали на велосипеде, но и бежали с ним рядом, либо несли на плече. Главное, быстрее доехать до финиша. Мороз хоть и не сильный, но тоже подгонял спортсменов. Кому минус 3 градуса точно не помеха, так это моржам. Любители зимнего плавания из клуба «Джентльмены удачи» в очередной раз ныряли в озеро за тем самым киношным шлемом Александра Македонского. Температура воды чуть выше нуля. Для, как сказать, подготовленных людей это стандартная зимняя приятная вода. Правда ли, что чем холоднее на улице, тем теплее вода кажется? Перепад меньше, поэтому ощущаются гораздо приятнее вот эти погружения до и после. Проверить это на практике, кроме участников клуба моржей, никто не отважился. Наша задача как бы показать, рассказать нашим жителям, что вот такие виды спорта у нас есть. Кто-то занимается спортом, кто-то просто наблюдает и болеет. Но есть задача, чтобы в эти виды спорта были вовлечены как можно больше наших юборчан. По итогам турниров победители получили награды. Помимо кубков и медалей им вручили сертификаты на спортивный инвентарь. Григорий Ворманин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.